Китай хочет предстать в роли посредника в урегулировании украинского конфликта, но при этом преследует свои цели, пишет South China Morning Post. Таким образом, Пекин укрепляет свое положение на мировой арене и создает условия для продвижения своих экономических и геополитических интересов. Военные действия в Украине приняли новый оборот, когда украинские войска 6 августа начали внезапное наступление в российской Курской области. В результате Россия отказалась от любых мирных переговоров, и это привело к дальнейшей эскалации конфликта. В такой сложной обстановке роль Китая оказалась в центре внимания, особенно усилия его специального представителя Ли Хуэя. 27 августа Ли провел пресс-конференцию по завершению четвертого раунда челночной дипломатии. Ли подверг завуалированной, но весьма острой критике Запада за его поддержку Украины. Он выразил озабоченность в связи с тем, что Запад постоянно смягчает для Украины условия для нанесения ударов по российской территории западным оружием, что усугубляет конфликт, а также подчеркнул, что последние события на полях сражений подтверждают данные опасения. Комментарии Ли стали четким указанием на то, какова позиция в этом конфликте. Пекин незаметно и весьма искусно возлагает вину на западные державы, а Китай представляет в качестве ответственного государства, которое стремится не допустить дальнейшей эскалации. Кроме того, Китай не принимал участия в мирном саммите по Украине в Швейцарии. Вместо этого Пекин переключил свое внимание на формирование обширного консенсуса среди стран глобального юга. Добиваясь поддержки со стороны глобального юга, Китай стремится создать противовес западной критике и давлению со стороны Америки, что особенно важно в условиях приближения президентских выборов в США. Мотивы дипломатических манёров Китая весьма разнообразны. Если вспомнить его роль в содействии примирению на Ближнем Востоке, когда он в качестве посредника добился заключения сделки по нормализации отношений между Саудовской Аравией и Ираном или Пекинскую декларацию, объединившую 14 палестинских фракций, то станет ясно, что участие Китая в переговорах по Украине не обязательно направлено на прямое урегулирование этого конфликта. На самом деле, китайский министр иностранных дел Ван И заявил, что условия для прямого мирного урегулирования конфликта пока не созрели. Китай стремится утвердиться в роли ключевого миротворца или, по крайней мере, в качестве посредника в деле примирения сторон. Тем самым он расширяет свою сферу влияния в международных делах и обеспечивает поддержку своим крупным инициативам. Такая стратегия служит более широким целям Китая, а именно ослабить американское влияние на крупных геополитических площадках и оказать противодействие международным усилиям под руководством США по экономическому и технологическому сдерживанию Пекина. Китай добивается своих целей за счёт использования дипломатической поддержки со стороны глобального юга, а также его рынков и ресурсов. Раскрытая недавно КНР торговая статистика показывает, что сотрудничество с глобальным югом помогает Пекину компенсировать последствия западных стратегий экономического разъединения с Китаем и снижения рисков. Китай также вместе с Бразилией хочет предстать в роли сторонника мира в украинском конфликте, но его действия говорят о том, что у него более глубокие стратегические расчёты. Позиционируя себя в качестве посредника, Пекин не только укрепляет своё положение на мировой арене, но и создаёт благоприятные условия для продвижения собственных экономических и геополитических интересов. Мир наблюдает за развитием ситуации, и пока не ясно, приведёт ли китайская дипломатия к реальному урегулированию или просто усилить власть и влияние Пекина в меняющемся мироустройстве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова